Всем привет, друзья, с вами Маламадрес. Я поздравляю вас с наступающим Новым Годом, до которого осталось аж 4 дня. И, конечно же, в PUBG Mobile вышел новогодний кейс, который называется что-то там типа Гринч или не Гринч. В общем, вот такой вот костюмчик можно выиграть, типа Зелёный Санта. Конечно, он приурочен по большому счёту не к Новому Году, а к Рождеству католическому, потому что на ремне, на бляшке ремня этого Деда Мороза написано 24 декабря. Это сочельник Рождества католического. Забавно, да, что сегодня 27-е и время уже прошло, но кейс выходит именно сейчас. Короче, не суть важна. В общем, такой вот премиум кейс, да, это премиум. Тот самый, который даёт нам 3 гаранта за открытие 30 кейсов, да, 3 легендарки, которые должны выпасть. И, в общем-то, сегодня мы будем его открывать. Я уже там поднакопил чуть-чуть кейсов, ещё буду тратить 6000 цешек. У меня ещё есть загашники и купоны, но я ещё подумаю, стоит ли их вообще израсходовать. У него есть, естественно, жесты, да, у этого костюма есть жесты, вот такой вот типа, угу. Ну, и вот есть второй мифический костюм, который типа женский, да, то есть, как вы уже видели в самом начале, это что-то типа какой-то шахматной партии и девушка играет против парня. Кстати, забавный жест этот именно. Короче говоря, вот эти самые главные костюмы премиума. Что бы я хотел о них сказать? На самом деле, ну, прикольно, но кейса не было сколько? Месяца полтора. И единственное, что в этом костюме мне реально нравится, это гирлянды, которые, видите, переливаются. То есть, лампочки, они загораются попеременно, и не знаю, будет ли работать это в катке, но по логике должно. Во всём остальном, честно говоря, попахивает немножечко дилетантством, потому что, ну, не самый сложный костюм. В любом случае, так как ни крути, это коллекционные предметы, которые я хочу себе получить на аккаунт. А вот, кстати, эта девчушка, да, то есть, зимняя королева. Честно говоря, больше похожа просто на гусара какого-то, то есть, ну, волк, видите, такой, кстати, вот волк очень крутой. Ну и, конечно, сейчас все любители физики просто валяются в экстазе от плача, который вот так криво развивается, но всё-таки развивается. Естественно, у деда нихрена не развивается, кстати, даже борода, блин, картоном висит. Ну так что дальше? У нас ещё есть М24 оглушительный салют. Вот такая вот М-ка, прикольная, кстати, типа из коробки, сделанная из-под петард. Ну, подобную вот эту вот стилистику картона, да, и бумажных там скинов мы уже встречали раньше, ну, в принципе, выглядит довольно-таки неплохо. Далее УАЗик, который, ну, вот, наверное, король УАЗиков. Конечно, мне не очень нравится цвета гамма, на самом деле, вот этот синий с золотом и белым, но мне нравятся вот эти все молдинги, все вот эти золотое оформление. Спереди волк вот этот вот, да, как бы, как фигурка, это очень круто, фонарики. Дальше у нас рюкзачок, рюкзачок тоже вот именно гусарский, странно, что Новый год, там, Рождество, но, тем не менее, вот, гусарским скинам больше уделено внимания. Так, второй не нажимается, вот он, третий. Хороший рюкзак, хотелось бы, да, конечно. А здесь у нас Сайга, да, Сайга, окей, пусть будет. Маску мы уже видели, да. Да, где тут Гринч, да, вот, если... А, кстати, борода развивается, простите, простите, извините. Где тут Гринч, типа, просто зеленый, что ли, не знаю, на афише был Гринч, там что-то написано, хрен знает, короче. Вот шапка, сковородочка у нас, смотрите, какая прикольная, волшебный чулок называется, и как я обожаю, она рельефная, видите, тефаль, там, покрытие антипригарное. И вот она имеет рельеф, и это круто, потому что я, ну, я бегаю все равно с оливковой ветвью, но при этом я обожаю коллекционные такие сковородки, и мне просто доставляет удовольствие, что они есть у меня на аккаунте. Далее у нас скин на гранату, кстати, смотрите, шишка типа елочная, и она тоже как бы имеет теселяцию, или как это называется, короче, вот этот рельеф, да, классно. Ну и вот всякая бестолковщина пошла, которая была в предыдущей кейсе, хотя посмотрите-ка, такого костюма у меня не было, смы... смы... бородулька! А вот бородульки у меня нет, у меня есть усики, но бородульки нет, круто, я бы был бы рад, на самом деле, выбить эту бородульку. Ну и все, дальше, ничего такого. Ну что, друзья, я бы хотел перед тем, как мы начнем, попросить мою кошку не играться с шариком, когда я записываю, ладно, солнышко? Договорились. Вот, у меня есть кейсы, которые были новогодние, да где они, е-мое, уже их хрен найдешь. Все, вот они, они не новогодние, они кибернеделя, это смайлики. И осталось 4 дня, я думаю, когда, как не сейчас, открыть эти кейсы, просто затравить PUBG машине, чтобы она сожрала их и начала сыпать мне отличные скины. Давайте-ка 2 откроем сейчас, чисто 2. Понятно. А, кстати, да, вы обязательно ставьте лайк этому ролику и подписывайтесь на канал, дорогие друзья. Конечно, до Нового года вряд ли мы успеем набрать миллион подписчиков, но давайте попробуем, может быть, постараемся. Давайте-ка пооткрываем пока по 10, чисто будем 10, 23, ну и вы поняли, давайте, 10. Парашют смайликовский, постоянный, а это тут, по-моему, только постоянные могут выпасть. Круто, мне нравится эта идея. Кстати, купончики еще какие-то падают, давайте теперь 20 откроем. Я хочу тапочки-какашки, вот они, я сказал, хочу тапочки-какашки. Легендарочка, обувь-любитель эмозы. Тапочки-какашки, это действительно то, что нужно. Без всякого сарказма говорю, обожаю такие рафлан-скины, и вот они очень крутые. Так, уже 20 мы открыли. Обувь-любитель эмозы. Любитель какашек, иным словом. На самом деле, любитель какашек, это такое своеобразное завуалированное обращение разработчиков. Ладно, все. Так, идем, короче, 30 открываем. Так, здесь нифига, купоны. О, рюкзачок-смайлик. Я, кстати, такой даже не видел, прикольно. Дальше граната-смайлик. А что там вообще могло выпасть? Я просто сейчас не могу предварительный просмотр сделать, так как... Или можно? Видите, не работает. Я прямо сейчас на него нажимаю, и это работает только когда ивент проходит. Ладно, осталось 40, и давайте как бы все 40-то и откроем, собственно. Посмотрим. Это же затравочка все равно. Так, купоны. Купоны на что вообще? Классического ящика. Так, всякие дымы говняные. Оп, худи. Отлично. Рубашка любителей модзи. А я хотел сказать, что ничего не выпало. Слушайте, у меня выпала граната, рубашка, тапочки, рюкзак, парашют. Если мне не изменяет память, там, по-моему, еще только штанцы были, шорты. Фактически я выбил все. Приятно. Хорошая затравочка, дорогие друзья. Ну, давайте-ка выбивать сейчас Деда Мороза или эту Снегурку сумасшедшую. И обновим вот этот вот костюм железного вот этого дровосека с камином в груди. Кстати, если не смотрели, как я его выбил, милости прошу на предыдущий опенкейсинг. Итак, давайте-ка поехали. Вот у нас Мистер Гринч. И открываем, давайте, единожды сразу, по одному. Хоп. Хоп. Тихо-тихо, у меня же анимации нет. Давай, окей. И вот теперь, давайте, кстати, отправим предыдущие. Давайте десяточку. Поехали. Первая десяточка, которая именно моя накопленная пока. Мистер Гринч. Должен быть гарант, кстати. Оп, Уазик с первого раза. С первого раза. Это без гаранта. Уазик, Зимняя Королева. О, боже мой, это круто. Конечно, ну здесь он вроде круче выглядит с синим, чем вот на той превьюхе. С первого раза выпал Уаз. Идем дальше. Должен быть гарант еще. Гарант. Ну, ну да. Гарант рождественские рога. И еще что-то. Ну, ладно. Это все фигня. Ребятушки мои дорогие, вы посмотрите, что выпало. Уазик. То есть, я считаю, что это, наверное, из вот этих всех скинов, пожалуй, реально самый топовый из всей этой канители. Премиум кейса. Так, ладно. Поехали сразу следующую десятку открывать. Что мы будем время-то терять с вами? Купонов нет у меня, естественно. Поехали. Сейчас должно быть еще гарант. Гарантированная шмотка. Легендарная одна, как минимум. Ну, гарантированная одна. Давай. Давай. Чепчик голимый. Гарантированная шапка Зимней Королевы. Хорошо. Штаны и... Я так люблю, когда еще дополнительно что-то выпадает. Короче, давайте сразу третью. Это будет последний гарант легендарный из этого опенкейсинга. Дальше будем надеяться на удачу. Давай. Гранатка. Это не гарант. Яркая шишка. Яркая шишка не может не радовать. Отлично. Сковородочка. Ну, это, конечно, не лего. А вот и гарантированная Сайгулина. Блин. Я, конечно, и рад, и не рад. Потому что я вообще не хожу с Сайгой. Я даже не выполнил тот дурацкий квест, который, помните, там надо убить со спецоружием из оружейки. Но, учитывая то, что я ее выбил, я рад. На самом деле, вот УАЗик. У меня теперь есть УАЗик. И что еще? Я вот эту шапуню выбил. Но я могу вот сюда засунуть вместо моего супер мотоцикла, конечно же. Могу вот этот УАЗ боздавить. Все? Мне нравится? Красивый, реально хороший УАЗ. Обожаю этот скин. Идем дальше. Ну что, друзья. Мы выбили все гаранты. Остается 3 900 ЮЦ. И, слушайте, мы сможем нормально так поворащать, на самом деле. И будем надеяться, что еще что-нибудь выпадет. Погнали. Будем сегодня смотреть вот прям без пропуска. Можете с пропуском? Сейчас два с пропуском сделаем. Давай. Лего, ну блин, не то. Это озорное рождество. Конечно, нормальный скин, но... И? Отлично. Рюкзачок. Еще рюкзачок Зимняя Королева. Ай. Ай, хорошо. Ребят, нравится мне, конечно, этот рюкзак. Я не знаю, к какой шмотке он подойдет к моей. Но, блин, может... Может, давайте... Давайте без пропуска. Потому что... Ну, хорошо же сыпет. Зачем портить все? То есть, если оно идет, то оно идет. Давай, родной. Еще какую-нибудь лягушку мне. Давай. Штаны. И шорты. Ну, вот это я только сказал. Давайте, короче, разок с пропуском. Чисто. Бах. Борода, борода. Только хотел сказать. Ни хрена не выпало. И на бородулечка просто. Эпическая бородулька выпадает. Это же великолепно. Так, у меня не хватит уже на вращение вообще. Ну, в плане... На десяточку. То есть, у нас как раз получилось то, что получилось. Блин, ну я не выбил ни мифик вообще. Ни второй мифик я не выбил. Я не выбил вот эту М24. Очень хотел обе сковородку. Давайте-ка мы на нее нажмем. Вот на этого Деда Морозика. Так, бери в руки сковороду. И давайте по одному. Чисто по одному. Конечно же, здесь уже с пропуском. Потому что, ну, как иначе, да? Поехали. Еще. Не помню, насколько нам хватит. Но вот пока будет хватать, будем открывать. Давай, дорогой мы лягушку. Ну. Сейчас, кажется, не хватит. Да-ээ. Пашота. Ладно. Друзья, ну что я могу сказать? К сожалению, костюмчик у нас не появился. Тут такая шапка появилась, да? Борода появилась. Слушайте, а прикольно. Борода кайфовая. Вот реально. Дальше у нас... Ну, это понятно, что... Ну, это я выбил. Ну, вы поняли. Так, подожди, давай. Обратно надевай. И ботинки, да? Такие тапочки, говняпочки. Вот, в принципе, нормальный сет. Я так, в принципе, как бы дома хожу. Возвращаю обратно. Будет такая у нас традиция. Не менять скины, пока они не выпали. Вот. Ну, и, конечно же, УАЗ. Ну, ёк-макарёк. Вот УАЗ это вот прям круто. Я буду даже над первого лица играть, чтобы посмотреть на этого волчару, который спереди. Ну, и получается всё, дорогие друзья. Получается всё. Хороший опенкейсинг-то получился. Жалко, не выбил костюмы. Но я не ставил, на самом деле, целью выбить костюмы. Конечно, хотелось вот этого Деда Мороза с гирляндами. Блин, смотрите, зато сколько я чувакам просто накидал кайфа сейчас в эти перки. И, собственно, на этом у меня всё, дорогие друзья. Я ещё раз поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю вам отличного настроения, счастья, здоровья и, конечно же, благополучия. Ну, и я на этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Маламадрас. Увидимся в новом видео. Всем пока.